В ноябре 2020 года путешественница Эстер Дингли загадочно исчезла в горах Европы. Женщина отправила партнёру своё последнее селфи, после чего связь с ней пропала. Поиски не увенчались успехом, никаких следов пропавшей туристки найдено не было. Но за несколько дней до пропажи на своей странице в фейсбуке женщина написала, что встретила в горах загадочного незнакомца, который её подвёз. Если внимательно посмотреть на эти фотографии, то можно увидеть некого мужчину. Может ли он быть причастен к её исчезновению? Но по-настоящему странным это дело стало после того, когда через 10 дней после пропажи Эстер, один из свидетелей видел и даже сфотографировал, как кто-то спит в автофургоне женщины поздно вечером. Но кто это мог быть? Давайте вместе попробуем разобраться во всей этой истории. Множество людей по всему миру путешествуют по горам и считают это действительно увлекательным занятием. Но лично я предпочитаю более спокойный и размеренный отдых. Шахматы, настольные игры, конструкторы. И совсем недавно я узнал про механические конструкторы U-Gears, которые увлекли меня не хуже привычных развлечений. Посмотрите, какой нереально крутой, полностью подвижный, механический кабриолет из дерева. 739 деталей, двигающиеся стеклоподъемники, дворники, капот, багажник, двигатель. Всё как у реального автомобиля, только из дерева и естественно он ещё и ездит. Это творение компании U-Gears и оно далеко не единственное. Впереди Новый год и конструкторы от U-Gears могут стать идеальным подарком как для вас, так и для ваших близких. Тракторы, комбайны, гоночная машина, грузовик, сейф для мужчин. Цветок, шкатулка с секретом для женщин. И это лишь малая часть. В магазине официального дистрибьютора U-Gears в России, U-GearsRussia.ru, вы найдёте около 70 конструкторов для людей всех возрастов, любого пола и интересов. Потрясающий запах дерева, все модели собираются без клея. А сам процесс сборки крайне увлекателен, его интересно собирать как одному, так и с друзьями. U-Gears, выбор покупателей со всего мира и не зря. Ведь абсолютно все модели подвижны и имеют свой собственный функционал. К примеру, сейф открывается по трёхзначному коду, а пистолет имеет обойму в 5 резинок. Я уже заказал подарки друзьям, ну и себе, естественно. А вам я оставляю мой промокод Краймер на скидку в 20%. Так что не затягивайте и переходите в магазин по ссылочке в описании. Выбирайте и удивляйте своих близких оригинальностью подарка, эмоциями и радостью. 37-летняя Эстер Дингли и её партнёр Дэн Кологейт путешествуют по просторам Европы с 2014 года. В 2014 году пара отправилась в годичное путешествие на своём автодоме. Но один год превратился в шесть, пара жила за счёт сбережений и дохода от сдачи своего дома в аренду. Приключения этой пары хорошо задокументированы в интернете, а также в национальной прессе. Они говорят, что их единственное имущество – это то, что может поместиться в их автофургоне. Но любое путешествие всегда заканчивается, вот только в этом случае оно закончилось печально. В ноябре 2020 года девушка отправилась на автодоме в одиночное приключение, в то время как её партнёр остался в Гасконе, во Франции. Поддерживая тесную связь со своим парнем через мессенджер в тот день, когда она пропала, 22 ноября Эстер отправила Дэну сообщение, находясь на пике Десс-Овегард, горном хребте во французских перенеях. «Я нахожусь на вершине, поэтому не могу останавливаться слишком долго. Не могу дождаться момента, чтобы прочитать все твои сообщения. Очень люблю тебя. Всего хорошего!» Затем, около 16.00, Эстер снова написала, объясняя, что на следующий день она собирается достичь горного перевала и может ненадолго поехать во Францию. Она отправила парню свою последнюю фотографию. Она находилась на пике горы, мачта вышки связи отражалась в её очках. Затем у пары был полутора-минутный видеозвонок, и Дэн вспоминал, как они оба были взволнованы, увидев друг друга снова. Девушка должна была вернуться из одиночного похода 25 ноября, но ни в тот день, ни через неделю Эстер не появилась. Дэн забил тревогу, и начались поиски пропавшей туристки. Эти поиски, как и последующие, не принесут никаких результатов. Ни девушки, ни её походного снаряжения по пути её следования найдено не было. 21 ноября, за день до последнего дня, когда Эстер была на связи, её подвёз пожилой мужчина. Хосе Антонио Баларин увидел девушку, идущую по горной дороге из деревни Бенаски. Ведь 37-летняя женщина с большим рюкзаком цвета хаки заставил его остановиться. Эстер проехала с 71-летним мужчиной и его внуком около 8 километров, говоря о своих планах. Затем, около 10.30, она отправилась по горной тропе. Это было за день до того, как девушку в последний раз видели в горах. Позже мужчина сказал, что Эстер обсуждала с ним свой маршрут, и он отличался от того, который, как полагали, она планировала. Она пыталась показать ему свой маршрут на телефоне, но он не мог приглядеться, так как был за рулём. Разговор девушки и мужчины поднимает вероятность того, что она могла радикально изменить свои планы. Это, возможно, объясняет то, почему её не нашли во время первых поисков. Позже мистер Баларин скажет, «Оглядываясь назад, я не думаю, что она делала что-то безрассудное. Она казалась совершенно счастливой. Не было ничего, что заставляло меня волноваться за неё. Она была просто способной молодой женщиной, идущей в горы на несколько дней». Были предприняты попытки определить местонахождение Эстер через её мобильный телефон. Эта задача оказалась не из лёгких, учитывая, что в некоторых частях гор нет сигнала, а мачты, к которой мог бы подключаться её сотовой, находятся на большом расстоянии друг от друга. Пьер Гояр, один из командиров поисков, сказал, что последний раз телефон Эстер был активен, когда она звонила Дэну около 16.00 22 ноября. «С тех пор сотовые данные или GPS не использовался», добавил он. Её парень сказал, «Она всегда старалась поддерживать связь, но иногда в походах она могла не выходить на связь пару дней». Теперь начинается кое-что интересное. Пара на протяжении многих лет вела сайт о своих путешествиях. У них была страница на Фейсбуке и аккаунт в Инстаграме. Также пара выкладывала видеоролики на свой Ютуб-канал. 20 ноября 2020 года, за два дня до последнего контакта, девушка выложила очередной пост в Фейсбуке, прикрепив к нему фотографии. Помимо впечатлений за день, девушка писала, что боролась с одной проблемой. Она теряла тропинки, под ногами путались овечьи следы, что сбивало её с пути и заставляло постоянно останавливаться, чтобы свериться с картой. Но интересен другой момент. В этом сообщении девушка также упомянула одного загадочного человека, написав, что у них была случайная встреча на вершине горы. Эстер написала, «У меня была возможность остановиться в отличной каюте, у меня даже был матрас. Он проводил меня дальше по долине, чтобы я могла продолжить свой запланированный поход в другое убежище или обратно в автодом». Считается, что этот человек высадил Эстер в Бенаске, где был обнаружен её фургон. Если посмотреть фотографии того дня, то можно заметить фигуру, явно напоминающую мужскую. Также есть ещё один неизвестный человек в кадре. По словам девушки, этот мужчина и сделал несколько фотографий Эстер на фоне горных пейзажей. Источник расследования в Испании сказал, «Этот человек разговаривал с ней и, возможно, знал, что она планировала. Возможно, они договорились встретиться позже и пойти другим маршрутом. Крайне важно, чтобы мы его нашли». С этого момента полиция начала рассматривать варианты, выходящие за рамки несчастного случая. Исчерпывающие поиски горных троп не нашли никаких следов девушки. Спасательные команды, вооружённые дронами, вертолётами и собаками, сказали её партнёру, что теперь они убеждены, что на горе её нет. Известно, что последний раз Эстер виделась испанским олимпийским лыжником Марти Виго Дель Арко и его девушкой 22 ноября. Пара сказала, что они были на спуске около 15.00, когда они встретили Эстер, которая всё ещё поднималась. Они добавили, что больше не видели, чтобы кто-нибудь поднимался на гору после их встречи. Примерно через час Эстер отправила Дену последние селфи с вершины. Теперь ещё один странный и пугающий момент. Власти, расследующие исчезновение Эстер Дингли, наткнулись на странный поворот в расследовании. Сообщается, что свидетель заметил кого-то спящим в автофургоне Эстер через 10 дней после её исчезновения. Этим свидетелем была местная собачница по имени Люсия. Она утверждает, что 2 декабря, через 10 дней после пропажи Эстер, она видела фигуру, спящую на заднем сидении фургона Фиат в Бенаске. Люсия сделала фотографию на свой мобильный телефон. Позже свидетель скажет «Я видела, как кто-то спит в задней части фургона и не могла в это поверить. Все в Бенаске знали о пропавшей англичанке, и я знала, что это её фургон. Это был единственный дом на колёсах с британскими номерами. Впервые я увидела свет, когда вывела собаку на улицу около 19.00. Это показалось немного странным. Затем, около 22.00, я снова вывела собаку на улицу и присмотрелась. Я видела, как кто-то спит на заднем сидении фургона. Этот человек был в постели и не двигался. Мне это показалось очень странным, поэтому я сделала снимок на свой телефон, а когда вернулась домой, позвонила в полицию. Я сказала им, что видела, как кто-то спит в задней части фургона пропавшей девушке, но им это было неинтересно. Для осмотра машины никого не отправили. Автодом был конфискован только через три дня после того, как был совершён звонок. На данный момент он всё ещё находится на территории полицейского участка для дальнейшего расследования. Теперь давайте рассмотрим основные версии исчезновения 37-летней путешественницы. Девушка-свидетель, Хикера Адамайтит, которая живёт в Испании, встретила Эстер в приюте за несколько дней до её исчезновения. Позже она поделилась с властями подробностями о физическом и эмоциональном состоянии девушки. Эстер сказала, что они взяли паузу в отношениях и не знают, собираются ли они снова быть вместе, сказала свидетель. Полиции также заявили, что несмотря на совместные походы, отношения между Дэном и Эстер были не такими уж и гладкими. Эта информация наталкивает на мысль о том, что девушка могла уйти в свой последний поход лишь с одной целью – распрощаться с жизнью. Но ни её партнёр, ни полиция не рассматривают этот вариант. Ничто в её поведении не указывало на то, что это будет её последний поход. Она постоянно писала сообщения своему парню, делала множество фотографий с улыбкой на лице и точно сообщила дату возвращения. За три дня до исчезновения Эстер была замечена в Бенаске. Видео с камер наблюдения показало женщину в супермаркете, где покупатель, видевши её, описал её как грустную и задумчивую. Вторая версия гласит, что Эстер решила добровольно исчезнуть и начать новую жизнь. Французская и испанская полиция полагает, что британская туристка могла намеренно исчезнуть в горах. Капитан жандармов, возглавляющий поиски с французской стороны, сказал, Эстер Дингли хотела продолжить свой нынешний образ жизни, путешествовать на автофургоне, заниматься спортом и походами, в то время как её партнёр Дэниел Кологи немного устал от этой кочевой жизни. Эту версию подтверждает тот факт, что Эстер решила пойти в поход одна. Масло в огонь подлило и то, что отношения в паре уже не были такими лёгкими, как прежде. Эстер и Дэн встречались уже на протяжении 19 лет. И возникает вопрос, могла ли девушка уйти в горы с целью начать новую жизнь. Третья версия связана с несчастным случаем. Одиночные походы по горам, занятие хоть и увлекательное, но весьма опасное. Пик окружён скалистыми утёсами и глубокими горными озёрами. Здесь также есть множество других глубоководных ям, которые могут быть опасными. Но если бы она сошла с пути и заблудилась, её довольно быстро бы нашли, учитывая интенсивность и близость поисков. К тому же, большинство троп в этом районе довольно прямые и проходят по открытой местности. По состоянию на конец 2019 года, в этом районе обитало около 50 медведей. В мае 2019 года самка бурового медведя напала на овец. Хотя и вероятность встречи с медведем в этом районе остаётся низкой, этот вариант нельзя полностью исключать. Если она и могла стать жертвой несчастного случая, то должны были остаться хоть какие-нибудь следы. Но ни одежды, ни её походного снаряжения найдено не было. Во время одного из первых поисков на вертолёте, охрана заметила одинокую женщину, стоящую посреди гор. По громкоговорителю они спросили, является ли она пропавшей Эстер Дингли, на что женщина ответила нет. Поисковые группы ждут весны, когда они смогут возобновить поисковые операции после таяния снега в горах. И последняя версия, к которой всё больше склоняется следствие и парень пропавшей девушки, эта версия связана с криминалом. Эстер могла встретить человека, который может быть причастен к её исчезновению. В горах можно наткнуться на охотников с оружием или на других туристов. Человек, с которым она могла встретиться во время похода, мог воспользоваться одинокой женщиной-туристкой. Пользуя этой версии говорит то, что Эстер писала о встрече в горах с неким мужчиной за два дня до её пропажи. Она также писала, что этот таинственный незнакомец подвёз её. Возможно ли, что они могли договориться о совместном походе позже? Возможно ли, что женщина поведала ему о проблемах в отношениях с её парнем, и мужчина решил воспользоваться ситуацией? Но некоторые люди и вовсе полагают, что к пропаже Эстер может быть причастен её партнёр. Возможно ли, что после того, как женщина описала встречу с незнакомцем, её парня одолела чувство ревности? Но полиция несколько раз допрашивала его и следила за ним. К тому же, он не проходит по делу как подозреваемый. И ещё один вопрос, на который нет ответа. Кто находился в автофургоне женщины через 10 дней после её пропажи? Кого свидетель видел лежащим в задней части машины поздно вечером? Обязательно пишите в комментарии свои версии касательно того, что могло произойти с 37-летней туристкой Эстер Дингли. На момент выхода этого видео, с даты пропажи девушки прошло чуть более двух месяцев. Это означает, что возможно будет появляться новая информация по этому делу. Если вы хотите больше подобных историй, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи!